МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В микрорайоне Затон продолжают контролировать паводковую обстановку. На этот раз для мониторинга задействовали беспилотники. Частично потоплено уже больше 10 участков. Как проводят оперативные мероприятия, смотрите в сюжете. Там деревья. Выше поднимите чуть-чуть. Так проводят обследования паводковой обстановки с применением беспилотников. Мероприятие в микрорайоне Затон проводит оперативная группа Барнаула и сотрудники главного управления МЧС по краю. В Затоне продолжает действовать режим повышенной готовности. Уровень воды по состоянию на 24 мая уже достиг отметки 551 сантиметр. Дальнейший прогноз развития обстановки состоит в следующем, что у нас в верховьях реки Катунь и Бия вторые сутки идет стабилизация уровня. Мы прогнозируем по городу Барнаула еще сегодня, может быть, сутки, незначительное повышение уровня воды с дальнейшей стабилизацией. Для контроля обстановки сюда введена группировка силы средств в составе оперативной группы города. Установили, что на сегодняшний день частично подтоплено 12 приусадебных участков на улице Пароходной и переулке Перевозном. В ходе работ оперативная группа совместно со спасателями обошла более 150 дворов, которые в первую очередь подвержены подтоплению, в том числе 25 домов, где проживают маломобильные граждане. Кроме того, продолжается работа в ежедневном режиме подрядной организации. Дополнительно подводится подсыпка валов, проведена на улице Лоцманской. Затонской. Сегодня мы работаем на улице Синой. Эту работу будем продолжать и по ситуации, где будет требовать ситуацию, будем производить дополнительную подсыпку. Необходимый запас глины в объеме 4000 кубов заготовлен резерв. Ситуацию держат на контроле в круглосуточном режиме. Состав сил и средств составляет 11 человек и 4 единицы техники. В дневное время количество людей и техники увеличивается. Юлия Щепина. День с толком. В центре Барнаула мужчина упал с крыши многоквартирного дома и погиб. Об этом сообщают городские паблики. Следователи Следственного комитета подтвердили факт гибели человека. Но при каких обстоятельствах произошла трагедия, пока выясняется. А между тем, дом, с которого предположительно упал человек, расположен по адресу проспект Ленина, 67А. Это жилая многоэтажка с магазинами на первом этаже. Ранее в СМИ сообщалось, что со здания падают куски фасада и летят на тротуар. В прошлом году стало известно, что четырехэтажку должны капитально отремонтировать. Следователи работают на месте происшествия. Все подробности будут позже. С сентября продавать алкоголь на час дольше до 22.00 смогут магазины края. При этом так называемые наливайки, расположенные в многоэтажках, тоже будут торговать спиртным до 10 вечера. А не до полуночи или вообще круглосуточно, как сейчас. Закон об этом краевые депутаты планируют принять уже в июне. По мнению законодателей, он не только уравняет условия продажи горячительного для магазинов и наливаек, но и снизит спрос на сомнительный алкоголь, продаваемый нелегально. Также у магазинов вырастется выручка и, как следствие, увеличатся налоговые поступления в казну. Ну а мы переходим к другой теме, не менее интересной. Уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей в структуре МЧС передают в суд. Обвиняемый – экс-глава специального управления Федеральной противопожарной службы номер 36 МЧС России, расположенный в Бийске. Его супруга, бывший главный бухгалтер и еще семь работников учреждения. По версии следствия, организованная группа совершала хищение средств с 2013 года по 2019. Деньги переводились со счетов работодателя под видом оказания сотрудникам организации дополнительной материальной помощи, примирования и надбавок, а также фиктивного трудоустройства граждан. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест, уголовное дело планируется направить в Алтайский краевой суд. Объем экспорта компании Алтайского края в прошлом году составил более миллиарда рублей. Продукцию нашего региона с удовольствием покупают 73 зарубежные страны. В основном – дружественной России государства. Накануне в Барнауле наградили лучших экспортеров. Конкурс проводится уже в пятый раз. Какие направления планируют развивать алтайские компании? Какие именно страны находятся в поле зрения наших интересов? И что за проблемы приходится решать руководителям компаний-экспортеров? Смотрите в материале Татьяны Голубевой. Сельхозпродукция – пожалуй, основа экспорта алтайских компаний. Гречиху, бобовые, ячмень, масличные культуры с большим удовольствием закупают Китай, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и другие дружественные страны. Несмотря на сложную обстановку в мире, продукцию некоторых алтайских компаний по-прежнему поставляют в Польшу, Болгарию, Чехию. Один из победителей конкурса экспортеров этого года, говорит, осваивают и новые рынки сбыта продукции. В этом году мы активно для себя открыли новое направление. Это Азербайджан, это Узбекистан по готовой продукции. В основной объем туда идет красная шлифована чечевица. Также в этом году мы активно двигаемся в сторону Китая. Практически все компании региона за последние пару лет полностью переориентировались с рынков Европы на азиатские. В Китае, пожалуй, экспортируют больше всего. Как рассказал еще один участник конкурса, объемы экспорта только в 2023 году выросли на 200%. Но есть и проблемы, прежде всего с платежами. На сегодня действительно это большая проблема. Но я думаю, Владимир Владимирович у нас ездил в Китай, и этот вопрос рано или поздно снимется. Но давление есть, сложности есть, но и пути есть. До кризиса у нас был один расчетный счет. После кризиса у нас их семь. Сейчас восьмой, девятый открываем. То есть мы открываем новые расчетные счета, выищем банки, которые не под санкциями, и постоянно пытаемся рассчитываться. Также банки сейчас предлагают новые схемы расчетов, это типа криптовалют. Новые направления, которые активно разрабатывают многие компании, экспорт растительных масел. Скоро будут построены собственные маслозаводы. На зарубежном рынке есть спрос, значит и предложение будет. На уровне региона экспортеров стараются всячески поддерживать. Объем экспорта растет, и это взаимовыгодно. К примеру, фонд развития края предоставляет компаниям льготные займы. Постоянно правительством края организуются бизнес-миссии, дружественные страны, в ходе которых наши предприятия встречаются с контрагентами, с партнерами, с целым, с предприятиями, к которым они проявляют интерес. Один из способов поддержки – конкурс на звание лучшего экспортера. Оба героя нашего сюжета стали его победителями в своих номинациях. А это не только дипломы и призы, но и возможность участвовать, побеждать в окружном и федеральном конкурсах. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком. Магазины начали переезд из Барнаульского ЦУМа. Некоторые отделы универмага встречают клиентов объявлениями о том, что торговая точка переехала на новый адрес. Напомним, на месте советского универмага планируют возвести комплекс разноэтажности. Такое намерение нашим коллегам с сайта «Толк» подтвердил известный барнаульский предприниматель и соучредитель сети «Марьера» Евгений Ракшин. При этом о сроках начала строительных работ и сноса ЦУМа бизнесмен предпочел не высказываться. Между тем, в связи с грядущей реконструкцией здания, арендаторам известного универмага ранее были разосланы уведомления о необходимости покинуть площади до 1 июня. А дело начали закрываться. Кто-то не работает уже с 16 мая, кто-то с 22. Последние звонки прозвучали сегодня в Барнауле. Что касается региона, то почти 39 тысяч ребят в этом году покинут родные школьные стены. Как прошло торжественное окончание учебы в 53-й школе, наблюдала моя коллега Мария Костыльва. Звини, малыш, звини. Ничего мы сегодня не сделаем. Звонок должен звучать. В этот день актовый зал 53-й школы полон. Последний звонок. У некоторых ребят наворачиваются слезы на глазах. Провожать во взрослую жизнь пришли родители, учителя, руководители вузов и другие. В этом году выпускники подготовили креативные номера для учителей и всех собравшихся. Педагоги тоже отличились творческим подарком. Директор Юлия Галкина говорит, за 11 лет ребята стали родными. Мне кажется, что мы с моими коллегами, замечательными учителями сделали самое главное. А самое главное в нашей жизни – это какой человек сформировался в школе, сформировался в своей семье и вышел во взрослую жизнь. А еще главнее – это то, что школа никогда не будет сниться в страшном сне, а будет сниться как сладкое, доброе воспоминание о своем детстве. Сами выпускники говорят, уходить со школьного двора – грустно. Впереди ждут большие перемены. Но пришло время делать шаг на новую жизненную ступень. Очень грустно было. 11 лет очень быстро пролетели, буквально за секунду. И сердце же бьется, не хочется уходить. Я продолжу деятельность проохранителей, пойду в МВД. Очень страшно будет. Все равно внутри все тряслось. Хочется, конечно, остаться здесь, не выпускаться, но нужно идти дальше. Но чувства очень такие, очень грустные. Кстати, в школе последним звонком не ограничились. Ребята подготовили вальс, тоже последний. В этом году 53-я школа выпустила во взрослую жизнь два 11-х класса – инженерного и правоохранительного направления. Всего там обучалось 28 учеников. Такие маленькие классы, но, вы знаете, как говорят в народе, мал золотник да дорог. Мы гонимся не за количеством. Мы гонимся и даже не гонимся, а ставим перед собой главную задачу – это качество. Добавим, в этом году 84 барнаульские школы проведут последние звонки почти для 3,5 тысяч учеников 11-х классов. Кстати, тех, кто решил закончить обучение после 9-го класса, вдвое больше – около 8,5 тысяч. Напомним, всего в регионе в этом году выпускные пройдут для 39 тысяч ребят. Мария Кострева, Дмитрий Денисов. День с толком. Школьники и их родители уже готовятся к выпускному, покупают наряды, арендуют банкетные залы и нанимают фотографов. Событие радостное, но требующее финансовых расходов, которые, несомненно, лягут на плечи мамы и пап. Наша съемочная группа решила спросить у родителей учащихся, сколько в этом году придется потратить на выпускные. Ну, мальчикам немножко попроще, да, и мне кажется, сразу в полтора дешевле. Обязательно и ресницы, и ногти, и прическу, и платье, и туфли на каблуках. Девочке они затратнее, чем мальчике. Девочке около 30. Ну, в среднем, если для мальчика, да, в среднем, ну, это около 10-15. А банкет? Банкет еще. У нас там отдельно на человека складывается, ну, в пределах, наверное, 3-4. Нужно желание. Родители и девочки. Порядка 20, наверное. 1022, так, в среднем. Ну, это вот банкет, фотограф, книга с фотографиями, соответственно, кто будет вести. 16-й по счету молодежный форум «Алтай. Территория развития» собрал более полутысячи участников из разных стран. В этот раз АТР посвятили теме работающей молодежи. Подробнее о мероприятии расскажет Данил Кузнецов. В этом году молодежный форум «Алтай. Территория развития» проходит уже в 16-й раз. Организаторы посвятили его работающей молодежи. Возможности карьерного роста нового поколения обсудили во время круглого стола с участием Виктора Томенко и представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Вот две задачи перед форумом. Первая – образовательная часть. Вторая – это возможность молодежи, ребятам продвинуть свои какие-то идеи, продвинуть свои проекты. Росмолодежи представлены здесь грантовая программа, которую смогут между собой посоревноваться и разыграть участники нашего форума на общую сумму 12 миллионов рублей. В этом году на АТР подготовили множество интерактивных площадок. Часть была посвящена спорту. Например, прямо здесь можно сдать ГТО или побороться. Технари могли повзаимодействовать с роботами и полетать на дронах. Не модеть, но имейте в виду, друзья, что через 10 минут мы начинаем. Еще одну часть тематических площадок посвятили творчеству. Здесь же рассказывают, как хобби сделать работой. Нужно стараться доходить до конца. Это вот лично у меня в аэрографии, потому что именно деятельность, она сложная, творческая. Иногда можно остановиться практически на финише, не выйти на крупные проекты или не дойти до заработка, развернуться и уйти в другое. А на самом деле осталось чуть-чуть додавить, дожать. Обучают не только серьезно, но и в игровой форме. Например, здесь можно пострелять из лазерного оружия, стилизованного под боевое. Многие люди, которые первый раз берут оружие и не знают, как прицеливаться, как одержать оружие, мы им уже этот навык даем. Я гляжу, имитация города тоже своеобразная есть, да? Ну да, да. То есть это вот стрелковные конструкции, которые позволяют отработать стрельбу с различных положений, лежа, стоя с коленом. Госструктурные площадки в целом смотрелись интересно. Особенно криминалисты с огромным арсеналом инструментов для поиска улик. Например, с помощью этих двух предметов и ноутбука можно выполнить рентген прямо на месте. Данное приспособление, напоминающее малярный валик с шипами, вообще нужно для поиска металлических предметов в поле. Обработка поверхности происходит двухстадийная. Вначале мы обрабатываем металлоподъемником, потом мы работаем металлоискателем. То, что, возможно, не магнитный материал, да, и мы его пропустили металлический какой-либо, мы, соответственно, используем металлоискатель. В общей сложности АТР собрал свыше полутысячи участников. В их число вошла молодежь из восьми стран и 60 регионов России. За 16 лет форум стал настолько популярен, что в этот раз на каждое место было примерно 9-10 желающих. Алексей Фризин. День с толком. Развивать креативное мышление с помощью специальных техник и с учетом особенностей работы мозга, а также внедрять в бизнес актуальные методики, учат на одной из площадок АТР. Креативить в деле и с пользой для него учат эксперты на площадке, организованной центром «Мой бизнес». Совместно с федеральными асами бизнес-среды, а также представителями органов власти, во время интеграционной сессии они объясняют молодым предпринимателям, как можно грамотно использовать для развития бизнеса новейшие технологии, как найти креативный подход к решению тех или иных бизнес-задач. Также участники площадки развития молодежного предпринимательства совместно ищут ответы на такие вопросы. В чем заключается разница между творчеством и креативным процессом, как его развивать, почему интеллектуальная собственность является ДНК креативной экономики. Еще одна интересная тема обсуждения – развитие собственного креативного мышления с помощью специальных техник и с учетом особенностей работы мозга, внедрения в свой бизнес актуальных методик. В формате тренинга участники узнают, как создавать долгосрочные, эмоциональные и полезные связи и учатся управлять вниманием, влиять на других людей через слово, дело и тело, осваивают технологии работы с креативной командой. Молодые предприниматели знакомятся с существующими интерфейсами и нейросетями, определяют, какие из них наиболее применимы для бизнеса. 3,5 тысячи новых деревьев появились в Барнауле за время проведения всероссийской акции «Сад памяти». Она проходит уже четвертый год в памяти погибших в годы Великой Отечественной. Накануне на бульваре защитников Сталинграда в краевой столице молодые сосны высадили представителей городской власти. Подробнее в сюжете. У Галины Буевич, председателя Барнауской городской думы, в Великую Отечественную погиб дедушка. Посадка сосен, ее личная дань памяти ему и миллионам других россиян, погибших в той войне, уже решила, что скоро приведет сюда внука, так как уверена, связь поколений важна. Вот эту акцию «Сад памяти» инициаторами стали волонтеры Победы и подхватили ее по всей стране. Это действительно такая народная акция, это желание, это движение нашей души. Очень надеемся, что все последующие поколения барнаульцев, приходя сюда на мемориал, напротив, будут помнить, кто принес эту Победу. Всего за 4 года проведения акции «Сад памяти» в Барнауле высадили 3,5 тысячи деревьев и кустарников. Озеленять город продолжат и в рамках других акций и проектов. Еще 2 тысячи зеленых насаждений появятся в городских кварталах в 2024 году. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет произведена высадка около 400 деревьев и кустарников. На объектах строительства в микрорайоне Дружный такие улицы будут строиться, как «65 лет Победы», улица 280-летия Барнаула и улица Сергея Семенова. Порядка 200 деревьев появятся в парках города в рамках проекта «Жилье и городская среда». Еще полторы тысячи высадят сотрудники муниципального предприятия по благоустройству и озеленению. Ну а что касается акции «Сад памяти», то только в этом году во время ее проведения город пополнит 500 саженцев, деревьев и кустарников. Ну а на бульваре защитников Отечества появилось 5 молоденьких сосен. Татьяна Голубева, день с толком. Татьяна Голубева, день с толком.